а теперь мы перейдем к минеральному питанию клубники вот такая книжечка у меня много раз я уже давал ссылку на руководство по минеральному питанию земляники вот группа компания agro plus просто в поиске вбивайте agro plus и учебные пособия там у них есть графа и есть руководство по минеральному питанию клубники той земляники по томатам я себе скачаю онлайн версии куплю книжечку по огурцам вроде бы и вроде бы еще по каким в общем-то много очень книжечек посуды насчет личного подсобного хозяйства что сейчас у нас идет но сейчас идет активная рост ягоды и созревание значит по листву надо сейчас давать аминокат и келик кальций бор аминокат есть 10 процентные из 30 процент не аминокат это свободный аминокислоты состав входит вот состав класс опасность 4 то есть мало опасное вещество если обрабатываете по ягоде я обрабатывал через сутки можно спокойно вообще есть и ничего никого отравления не будет это все биопрепараты там они как-то синтезированы с водорослями с экстрактом водорослей то есть я их применял уже шесть лет пользуюсь этой компании принципе доволен эффективно повышается урожайность там плоды все такое они бывают там споры по допустим по атланты фосфорно-калийное удобрение допустим профилактика болезней там не было чтоб гнилий ну если я так заметил чем чаще им работаете тем соответственно меньше у вас будет болезни и болеть будет клубника это вот и в этом сезоне уже попробовал а вот насчет заморозков я не уверен этот препарат обрабатывал я его в минус один в плюс один в ноль цвет все равно бьется и этот препарат не спасает даже если применять его с накрыванием белым агроспама спанда спанда бомбе поэтому данный препарат только качестве подкормки можно использовать для профилактики болезни значит что у нас ну я читать не буду если вам нужно то вы сделаете на паузу и вот допустим рост ягоды вот эти нам необходимые элементы питания в основном тут железо идет молибден марганец бор кальций бор это для цветения магний для фотосинтеза нужен азот фосфор калий калия чуть меньше азота фосфора для листа и для корней надо но суть этих препаратов в том что выгоднее всего кормить клубнику именно по листу но ни в коем случае не в корень корень если у вас личное подсобное хозяйство я не советую давать потому что очень затратно и накладно будет к тому же корневые подкормки как объясняли мне знакомые которые выращивают промышленный масштаб клубнику корневые подкормки можете принципе давать раз в неделю но смотрите самое главное при корневой подкормки препараты усваиваются растением только спустя 48 часов и не забывайте что ваш препарат еще просто в землю уйдет то есть половина только возможно через корень засосет полезные питательные вещества поэтому лучше обрабатывать каждые три дня по листу потому что через лист на креточном уровне питательные в сети вещества макро микроэлементы они усваиваются от 3 до 8 часов то есть очень быстро вот поэтому так надо обрабатывать то есть нас сейчас на зеленые ягоды надо обрабатывать аминокатом он также повышает сопротивление в жаркую погоду у растений и 10 процент 30 процента я 30 процентом работаю принципе на кубани 38 40 градусов помогает ягоды меньше печется значит соответственно аминокат вот дозировки все и кили кальций борт то есть кальций всегда полезен он и в корень можете кальций усилитры применять и по листу вот эти препараты будем вместе смешивать и затем цветение ягоды а забыл показать извините вот сейчас можете делать на паузу читать вот теперь у нас также сейчас идет и созревание клубники вот такие элементы питания листовая подкормка атланты то есть это профилактика болезни у вас не будет нить ягода и в идеале райкад финал вот в позапрошлом году тоже прошлом году и в армии был позапрошлом году данный препаратик я применял это райкад финал у него состав больше всего ходит полисахариды полисахаридов у нас 15 процентов не уходит то есть он увеличивает сахаристость плодов я применял его по ягоде и ел спокойно и за ним препаратом ягода просто медовая божественная вот у меня вот слово божественная это максимальная оценка качество вкуса у любого продукта вот при применении подкормки вот она божественная прям медовая тает во рту вообще прям слюнки текут а вот без подкормки вот сейчас я попробовал но она ну классная вкусная ягода сладкая такая с легкой кислинкой но вот если препараты полисахариды давать то соответственно будет у нас еще слаще и вот вот эти препараты это под корень дается кальцинит это же она же кальцевая селитра как аналогу что сам кальцинит он дорогой у этой фирмы а вот кальцевая селитра на принципе дешевенькая и для личного посудного хозяйства там сколько ну килограмма вам принципе хватит на 70 литров если размешать подкормки телек калий корень надо давать тоже но я калий тоже даю по листу потому что он как бы сказать увеличивает созревание ягоды то есть эти все препараты их можно спокойно вместе миксовать они не конфликтуют а вот инсектицидами если функции работаете то надо уже отдельно применять и вот соответственно что нам дадут эти препараты если мы по листу и под корень подкормим вот но финальное уже после сбора ягод это у нас будет обрезание по соответственно кустиков они у нас заново будут отрастать и соответственно после того когда мы будем где-то подсаживать выпады вот допустим на этой стадии да мы будем кормить райка от развития райка от старта чтобы и приживаемость было и полцесс на лист лучше отрастал и все и уже перед зимовкой соответственно будем обрабатывать атланты ко мне атланты к сожалению закончился поэтому будем просто хор окись меди перед зимовкой качестве фунги сюда применять и также не забыло сказать что купе с этими препаратами по зеленой и розовой ягоди будем применять вот такой препаратик новый максифол мега здесь у нас входит большое количество питательных веществ это хилат железо марганец цинк цинк экстракт водорослей к искать согласно но самом минимальном количестве процентами ну класс опасности 3 принципе эти препараты мы сейчас будем применять по клубнике и также виноград у меня сейчас растет уже появились кисточки обрабатывал его я очередовал от жуков и от болезней соответственно в этом году сейчас будем применять вот такой препаратик я вот этого не испытывал в этом году я его испытаю белый жемчуг для винограда магний хилат вот такой препаратик если что-нибудь разглядите то можете ставить на паузу и прочитать вот рекомендуется для применения на столовых и технических сортах винограда вот пожалуйста этот же препарат белый жемчуг я у этой же фирмы агро плюс тоже покупал ну что ж сейчас приступим к обработке